За 11 лет в стране проведено около 2700 трансплантаций, в 430 из которых органы были взяты у доноров посмертно. Так, в прошлом году 7 казахстанцев, находящихся в тяжелом состоянии, дали свое согласие на трансплантацию, подарив новую жизнь 19 людям. В настоящее время в листе ожидания доноров стоят около 4000 пациентов по всей стране. В Акмолинской области более 150. 140 из них нуждаются в пересадке почек, шестерым нужна печень и пятерым сердце. В число таких пациентов входят несовершеннолетние. Донорами являются люди, которые поступают в там уже, у которых инсульт или же ДТП с травмами черепа, мозга, и которые в дальнейшем получают лечение, у них наступает смерть мозга. Только эти люди могут быть непосредственными донорами, у тех, у которых наступила смерть мозга. Мы не рассматриваем людей, у которых болеют длительное время, и у них болезненная смерть наступает в результате их естественного заболевания, которое у него длилось длительное время. И комиссионно у нас выставляется смерть мозга. У нас в комиссии участвуют анестезиолог, невропатолог, нейрохирург и заместитель директора. Комиссионно выставляется смерть мозга. Если мы находим этого донора, затем мы разговариваем с родственниками. Пока данный вид операции проводится только в четырёх городах страны. Среди них высока потребность в почках и печени в городе Шемкенте и Актобе. Данное хирургическое вмешательство делается согласие родственников и пациентов. В области немало людей, которые прибегли к такому виду операции. Одна из них – жительница города Кокшитау. Я заболела на фоне того, что у меня началось повышаться давление высокое. Я начала проверяться, и у меня оказалось, что у меня проблемы с почками, поликистоз почек. И в 2014 году я постоянно проходила медосмотр, и в последнее время вообще сильно начало подниматься давление. И я поступила на диализ. И вот с 2014 года я начала получать диализ. А в 2020 году мне сделали транспортацию почки в Астане. Я попала на лист ожидания, потому что мы сразу при болезнях, нас ставят на лист ожидания. И вот мне посчастливилось, конечно, что я благодарна этому человеку, что он это сделал. Она вообще отдала все свои органы, пожертвовала своими органами. Те, кто также хотят помочь подарить новую жизнь другим людям, могут зайти на официальный сайт ЕГОВ и присоединиться к списку доноров. Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право воспользоваться этой услугой. То есть при жизни дать свою воле и заявление. Каждый об этом задумывается. Кто-то чаще, у кого родственники болеют, кто-то, кто не сталкивается. Для него это может звучать дико, но каждый из нас имеет право сделать это. Для этого есть ЕГОВ мобайл, приложение в сотовом телефоне. Там заходишь, можно в раздел госуслуги и медицинские услуги. Там уже либо отказ, либо согласие на посмертное донорство. Опять же, заходя в него, вы отмечаете, что вы хотите либо стать донором всех органов, либо какие-то, ну, опять же, по личным каким-то своим более заявлениям только часть органов. Например, только почки или только печень. Это тоже зависит непосредственно от самого лица, который это подписывает. И все тут же формируется данное согласие и отправляется в единый реестр. Данная информация строго засекречена, она нигде никак не фигурирует. За это люди могут не переживать. В стране около 40 тысяч человек имеют право на донорство. В настоящее время 13,2% – около 5 тысяч – тех, кто дают свое разрешение.